Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Марина Жукова. Рада вас приветствовать! И сегодня в этом видео хочу вам предложить несколько способов, с помощью которого можно избавить белье от неприятного постороннего запаха. Я вам покажу, как избавиться от запаха плесени, запаха секонд-хенда, какого-то неприятного запаха помещения, либо запаха тела. В общем, запахов бывает много. Так вот, как от них избавиться, все подробно в этом видео. Друзья, надеюсь, что информация будет для вас полезной. Я все способы буду показывать на примере банных полотенец. Чаще всего у меня в шкафу именно полотенца впитывают неприятный запах, например, запах плесени, запах затхлости. Но имейте в виду, что способы, которые вы сегодня увидите в видео, работают абсолютно на любых тканях. Первый способ устранить неприятный запах при помощи марганцовки. Я считаю, что марганцовка лучше всего устраняет неприятный запах. У меня недавно на канале было видео, я чистила холодильник при помощи марганцовки. Многие попробовали мой способ. В обратной связи мне написали, что действительно запах из холодильника удалился полностью. То есть марганцовка просто шикарное средство против неприятных запахов. Значит, я беру таз с теплой водой. Здесь у меня примерно 5 литров теплой воды. И на таз воды я добавляю марганцовку на кончике ножа. Сейчас покажу вам, каким цветом должен получиться раствор. Сначала марганцовку лучше растворить в какой-то емкости. Растворила марганцовку и тихонько опускаю ее к общей воде. Вот таким вот цветом должен быть раствор. Можно сделать даже чуть-чуть потемнее. И в этот раствор опускаю вещи. Лучше всего этот способ подходит для цветного белья. Вещи не только избавятся от неприятного запаха, но еще удалятся пятна. То есть марганцовка хорошо размягчит пятна. Если это банные полотенца, они после стирки будут более мягкие, потому что марганцовка их смягчит. Плюс марганцовка отлично дезинфицирует. То есть банные полотенца станут чище, станут мягче. Будет отличная дезинфекция и полностью ликвидируется неприятный запах. Смотрите. Раствор стал прозрачный. Можно даже еще немного добавить марганцовки. Еще сделала немного раствора. Добавляю. Все хорошо. Перемешиваю. Делаю без перчаток. Марганцовка абсолютно безопасна для рук. Все. Теперь марганцовки достаточно. Лучше добавлять потихонечку, чтобы ткань не испортить. Марганцовка хоть и хорошая вещь, но все равно нужно быть аккуратным. Если вдруг вы переборщили с марганцовкой, делайте воду с лимонной кислотой, опускайте туда вещь, марганцовка полностью смывается. В этом растворе оставляю вещи на 1 час. За 1 час запах полностью будет устранен. Через час вещи убираю из раствора и стираю как обычно. Если вы будете так замачивать банные полотенца, во время стирки не добавляйте кондиционер, чтобы увидеть, что полотенца стали мягкие, пушистые. Отлично распушится ворс. Ну и самое главное, все посторонние запахи полностью удалятся. Стирать как обычно, любым порошком, привычном для вас режиме. Это первый способ, но сразу говорю, друзья, это самый лучший способ против неприятного запаха на вещах. Я вам, друзья, покажу и другие способы, но считаю, что способ с марганцовкой самый сильный, самый мощный и самый эффективный. Второй способ отлично подойдет для белого белья. Беру таз с теплой водой, здесь у меня примерно 5 литров, и добавляю 2 столовые ложки соды. Этот способ не только устранит неприятные запахи, но шикарно отбелит белье и размягчит пятна. Поэтому после стирки у вас белье не будет пахнуть, будет значительно белее и удаляться пятна. К соде добавляю перекись водорода 100 мл. Перекись водорода очень бюджетное средство. В аптеке Живика стоит 6-7 рублей. Выливаю весь бутылек. Все хорошо перемешиваю и в этот раствор опускаю белые вещи. Смотрите, какие у меня пятна на полотенцах. Перекись и сода сделают полотенце значительно белее. Все, оставляю в этом растворе полотенце на 2 часа. Смотрите, друзья, сразу идет реакция. Полотенце белеет. То есть белое станет белоснежным. И пятна тоже размягчатся. Смотрите, как хорошо они выбеливаются. Поэтому если вам нужно отбелить полотенце, например, кухонные, убрать с них неприятный запах, то перекись плюс сода шикарный способ. Смотрите. Надеюсь, что камера передает. Вот сразу видно, что полотенце побелело. И вот здесь вот тоже видно. Все, оставляю ровно на 2 часа. Друзья, прошел 1 час, даже не 2 часа, но смотрите, как хорошо побелели полотенце. Они стали белоснежные. Сода и перекись шикарно все выбеливают. Полотенца очень хорошо обновятся. И нужно дать еще 1 час. То есть час прошел, еще 1 час подержать, чтобы все неприятные запахи из ткани полностью удалились. И смотрите, на полотенце было много желтых пятен. Они тоже стали белеть. Стали значительно бледнее. То есть видно, что идет реакция. Через час полотенце нужно будет достать и постирать в стиральной машине, либо вручную в привычном для вас режиме. Как я уже сказала, будут идеально чистые полотенца без постороннего запаха. Если вам нужно устранить неприятный запах с кухонных полотенец, например, удалить запах рыбы, запах масла, запах мяса, либо чего-то еще, то лучше всего с этим справляется зубная паста, либо любой ополаскиватель для полости рта, либо обычная белизна. Друзья, белизна тоже шикарно устраняет неприятные запахи. Если в белизне замачивать кухонные полотенца, они становятся ярче. Там, где белое, станет белым. А яркий цвет станет более ярким, более насыщенным. Поэтому показываю вам зубной пасты, раз я сегодня работаю без перчаток. Если работать с белизной, то, конечно, перчатки нужно одеть. Значит, на таз теплой воды, здесь у меня 5 литров теплой воды, нужно добавить примерно 3-4 столовые ложки зубной пасты, либо 3-4 столовые ложки ополаскивателя для полости рта. Значит, добавляю. Если вы берете белизну, белизну один колпачок. Этого будет достаточно. Пасту растворяю в воде и опускаю сюда кухонные полотенца. Зубная паста тоже размягчит пятна, поэтому после стирки полотенца будут и чистые, и без запаха. Оставить нужно примерно на 1 час, затем постирать в привычном для вас режиме с любым порошком. Запах полностью удалится. И последний, четвертый способ устранить неприятный запах с одеждой, это взять обычную соду и уксус столовый 9%. Беру таз, здесь у меня 5 литров теплой воды, и добавляю 2 столовые ложки пищевой соды. Все хорошо перемешиваю и в воду опускаю одежду. Весь должна полежать в этом растворе ровно 1 час. Примерно через час беру полстакана столового уксуса и выливаю в таз. Идет реакция. Все, оставляем вещи в растворе еще ровно на 30 минут. Через 30 минут вещь достаем и стираем в стиральной машине в привычном режиме с любым моющим средством. Если так будете избавлять от запаха махровые полотенца, бонусом они еще станут у вас мягкие. Поэтому, друзья, обязательно попробуйте этот способ. Тоже очень хорошо избавляет от запахов. На этом, друзья, у меня сегодня все. Вот такими вот рецептами по устранению неприятного запаха с одеждой я хотела с вами сегодня поделиться. Надеюсь, что они окажутся для вас полезными. В комментариях напишите, какие из этих рецептов вы знали, что услышали впервые, что обязательно возьмете на заметку и попробуйте. Мне очень интересно знать ваше мнение. Если вам есть чем меня дополнить, обязательно дополняйте в комментариях. Пишите, как вы устраняете неприятный запах свящей. На этом сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!